Расскажите, пожалуйста, о Матахе. Многие армяне считают Матах Моисеевой жертвой. Вау. Прямо Моисеевой. Ну, да, я согласен с вами, Армян, что многие из наших армян как-то либо по-язычески понимают, либо по ветхозаветному Матах, что на самом деле не имеет ничего общего с учением армянской апостольской церкви. Да, внешне это похоже на жертвоприношение, потому что животные его зарезали, приготовили, так и делали в ветхозаветной практике. Приводили агонца, его резали, священник отваливали. В принципе, внешний вид похож. Но смысл совсем другой. Если в то время это было жертвоприношение за свои грехи или для того, чтобы умилостить Бога, в христианской практике это творение милосты неближним. То есть, Святой Григорий Татевати говорит, что слово Матах, сокращение от армянских слов, Матуцеля Ахкат Нерин, то есть раздавать нищим. Для этого были трапезы любви после его литургии, собирались христиане вместе. Очень много приходило неимущих, бедных. И христиане приносили еду, раздавали ее неимущим. Но люди-то были в основном сельского образа жизни. И приносили, кто что имел там, кто там овечку принес, зарезали, сварили, раздали. Тоже такое, как бы, уже христианская жертва принесла. Помните, Господь Иисус Христос говорит, что если бы сделали это одному из малых сил, то сделали мне. То есть, кто накормил нищего, тот накормил в лице этого нищего самого Христа. Вот поэтому, да, мы делаем благотворительность. Она направлена, конечно, в итоге Христу, но это совсем не Моисеева и не языческое жертвоприношение, но это христианская традиция христианская. Можно сказать, обряд, творение дел любви.